Диктаторский режим Рахмона в Таджикистане закрывает мечети, чтобы заставить местных жителей отправлять своих сыновей в армию. О такой форме давления сообщают из разных регионов страны. Последний случай в Исфаринском районе, после того, как несколько местных жителей согласились отправить своих сыновей на службу, мечеть открыли. Власти района отрицают факт шантажа, хотя несколько дней назад руководитель местной власти подтвердил, что мечеть закрыта. Таджики призывного возраста массово выезжают на работу за границу, в основном в Россию. Молодых мусульман вынуждают бросить работу и приехать на родину для службы в армии, а иначе власти лишают их родителей возможности молиться в мечети. Кроме того, в Таджикистане, где более 90% населения мусульмане, обычным делом стало преследование женщин за хиджаб, а мужчин за бороду. Любое несогласие с политикой Рахмона карается пытками и фабрикацией уголовных дел по самым абсурдным обвинениям. Кадыров утверждает, что выкупил у похитителей своего коня Зазу за 18 тысяч евро. Лошадь, участвовавшая в скачках, находилась в одной из конюшен Чехии. Сам Кадыров ранее оценивал Зазу в 10 миллионов долларов. Как утверждает московский наместник в Чечне, коня похитили сотрудники службы безопасности Украины в сговоре с чешской полицией и предложили перепродать ему за выкуп. Полиция сообщает, что продолжает расследование кражи животного, а СБУ хранит молчание. Ранее русскоговорящие мужчины пытались вывезти Зазу из Чехии, но владелец конюшни помешал им. Лошадь находится под санкциями, объявленными властями Евросоюза в отношении активов Кадырова. Целых 100 миллионов рублей потратят российские власти на семинары, а попросту на промывку мозгов учителей с оккупированных украинских территорий. Эти деньги пойдут на питание, проживание и перевозку учителей в Ростов-на-Дону из городов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Сам процесс идеологической перезагрузки новых адептов русского мира пройдет в Донском государственном технологическом университете. Ростов с начала оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году стал опорным пунктом российской агрессии против Украины. Там находится и Южный окружной военный суд, где проходят процессы по террористическим статьям в отношении как жителей оккупированных украинских территорий, так и мусульман Северного Кавказа. ФСБ России опубликовало видео с арестованной украинской шпионкой. Слово «шпионка» мы берем в кавычки ввиду очевидной абсурдности обвинения, выдвинутого против 25-летней крымской татарки Линье Умеровой. Поскольку практически все время на территории России с декабря прошлого года она провела за решеткой. Ее задержали при въезде в Россию из Грузии, якобы за нарушение миграционных правил. У нее был украинский паспорт. Умерова ехала из Киева в Крым окружным путем через Турцию, Грузию и Россию, чтобы навестить больного раком отца. После двух месяцев в центре для нелегалов Умерову держали еще два месяца. После держали под административным арестом. 25-летняя девушка неоднократно проявляла непровиновение требованиям сотрудников полиции. После того, как срок последнего ареста истек, родственники так и не дождались Умерову. Ее увезли в Москву сотрудники ФСБ. Суд арестовал ее и поместил в изолятор ФСБ в Лефортово. Действующий президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган оценил результаты выборов в стране 14 мая как победу демократии и выразил уверенность, что победит во втором туре, который запланирован на 28 мая. Эрдоган опередил своего главного конкурента Кылыч Даруглу на 4%. 5% голосов получил Синан Оган, представляющий радикальных националистов. Одновременно с президентскими выборами состоялись и парламентские. Партия справедливости и развития Эрдогана получает 260 мест из 600, а вместе с союзниками по республиканскому альянсу 322 места, то есть большинство. Народно-республиканская партия Кылыч Даруглу, это последователи Кемали Ататюрка, получают 168 мест, а вместе с партнерами по альянсу 212. Так что в случае победы Эрдоган будет опираться на свое большинство в парламенте. А мы напоминаем, что демократия, в том числе и парламентская, не имеет никакого отношения к исламу. Это была повестка для Уммы «Мировые события глазами мусульман». Оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум.